Привет, друзья! Я рад, что вы зашли ко мне на канал Проще Простого. Сегодня будет обзор вот такого вот джина Гордонс Премиум Пинк. Джин Гордонс наверняка вам очень знаком, потому что это одна из известнейших марок джина. Собственно говоря, почему именно розовый я хотел на обзор сегодня представить. Джин Гордонс, классический джин, вы знаете все. То есть он с таким характерным можжевеловым должен быть вкусом. Причем вкус можжевельника должен доминировать над другими вкусами. Потому что джин делается не с одного можжевельника. Там присутствует и цедра, и кориандр. Ну, состав, собственно говоря, у разных джинов совершенно разный. Они его хранят в секрете. Например, фирма Джин Гордонс говорит, что с их основания рецепт знает только 12 человек. Фирменный рецепт. Ну, собственно говоря, взять даже джин Бомбей, посмотрите только сколько они ингредиентов на бутылке здесь нарисовали. Айлюли, кстати, тоже джин неплохой. Также есть вот хорошая марка джин Бифитр. Вот джин Мальборо. Что я хочу сказать. Крепость напитка джина не должна быть менее 37,5 градусов. Я уже делал обзор джина. Если хотите, посмотрите другого джина. Хотите, зайдите ко мне на канал. Там это все есть. И я объясняю почему. Вот, например, Бифитр. Посмотрите, у него крепость 47. Очень, очень даже крепкий джин. Пьется он, конечно, легко. Но, но. Повышая градус, производитель застрахован всегда от ополисценции. Это естественно. И, уважаемые винокуры, вы сами знаете, если вдруг вас настигла ополисценция, добавить немножко спирту туда, градусность повысить, и ополисценция уходит. Кстати, как избежать ополисценции, вы тоже найдете у меня на канале. Вот, например, следующий джин. Вот тут уже 42 градуса. Но, опять же, все, что выше 40 градусов, очень хорошо борется с ополисценцией. И вот такой вот был невзрачный джин. Я его брал в Дьюти-фри. Невзрачная такая бутылочка. Она не продвинутая. London Dry Gin. Это не фирма прям, что London Dry Gin. Это пишется, что это вот сухой джин Лондон. Это как... Типа что ли, вот как... Вот что это водка. Или что это вино. Вот на них пишут... На джинни всегда пишут London Dry Gin. То же самое, что вот на Вифидоре, например. Итак, кстати говоря, я хочу сказать вот про этот джин. У него 37,5 градусов. Пился он превосходно. И не важно, что это не очень известный бренд. Алкоголь был очень хорошим. Итак, я сейчас не буду сравнивать с другими джинами. Я пил бифитр клубничный. Почему стали делать? То есть спрос рождает предложение. Стали люди интересоваться не просто джином, а немножко, чтобы были другие привкусы. Но это и правильно. Спрос рождает предложение. Итак, друзья мои. 37,5 градусов это уже хорошо. То, что он не сильно крепкий, он прозрачный, никакой аполисценции. Единственное, чтобы у него была хорошая органолептика. Итак, что по бутылочке? Что нам тут предлагают? Тут нарисована и клубника, и малина, и красная смородина. Вот посмотрите на этикетку. Производитель утверждает, что это все натуральное здесь. Но мы с вами знаем, конечно. Представляете? Они пишут, что за одну минуту только во всем мире 10 бутылок. Но это выпивается. Но я не знаю, сколько, собственно говоря, нужно этих ягод. Посмотрим. Итак, никаких тут шариков, ничего нет. Это очень хорошо. Бутылочка очень даже симпатичная. Ничего нового. Написано. Горбинс. Премьер Пинк. Ну, они утверждают, что привкус должен быть и клубники, и малины, собственно говоря, и красной смородины. Не знаю. Может быть. Но сейчас мы это все проверим. Вот, например, бифитр клубничный. Мне очень понравился. Итак, друзья. Долго отдыхать я ему не дам. Ну, вот, вы знаете, сразу, почему-то первое, что бьет мне в нос, конечно, не спиртуозность, но малина. Малина. Именно запах малины. Это очень странно. Люди, когда берут джинн, первоначально они уже ждут, что будет пахнуть можжевельником. Но здесь, друзья, малина. Если бы я хотел просто малину, я бы купил водку абсолютно малиновую. Ну, я к тому же. Или в Финляндию, там, черную смородину, к примеру, если бы просто хотел бы. Ну, ладно. Посмотрим, что дальше. Клубникой отдаёт, но очень слабо. Красная смородина, как вы знаете, вообще не имеет запаха. Это такая ягода, это не черная смородина, это красная. Она просто кисло-сладкая, не душистая. Ну, так, запах приятный. Такой карамельный. Сладкий, таким вареньем, полиновым. Посмотрим, что на вкус. Сладко. Сладость есть. Вы знаете, вот что я хочу сказать. Я всё-таки бифитр немножечко здесь рядом поставлю. Бифитр отличается тем, что это всё-таки джин. Джин. А потом уже идут добавки. Здесь, друзья, сначала добавки, а потом уже далеко-далеко где-то, джин. Так вот, кто больше любит, наверное, вот это вот всё такое ягодное, да, женщинам очень даже зайдёт. Так, и так. Спиртовозность так в нос не бьёт. Пьётся довольно-таки приятно. Но, если кто-то ожидает, что это сначала джин, а потом с лёгкими нотками добавок, клубники, малины, там, остальных, остального сада, всего, то он просто ошибается. Здесь сначала фруктовая смесь вся идёт во главе с малиной. Потом где-то далеко-далеко идёт джин. Но, собственно говоря, вот такая гармония здесь вкуса. И так вердикт, друзья, брать или не брать. Но, если хотите что-то новое, конечно же, да, это имеет смысл взять. Тем более, если на него будут какие-то скидки, тем более попробовать надо. Но, хочу сказать, что эта известнейшая марка, она, собственно говоря, лидер продаж. Но, вот, к примеру, бифитер больше я, вот сравнение только с ним. Потому что я, чистый джин, бифитер тоже не хуже, чем джин Гордон, к примеру, чистый классический вариант. Ну вот, или, например, Бомбей. Ну, их трудно тоже сравнивать. Но, вот, по сравнению именно с фруктовыми добавками, если хотите, чтобы нотки можжевельника всё-таки во главе угла стояли, то, конечно, бифитер выигрывает здесь. Ну, а если всё-таки вам по нраву фруктовые нотки сначала, чтобы были, что-то типа водки Абсолюта, и где-то далеко-далеко можжевельник был, то, конечно же, джин Гордон вам хорошо зайдёт. А так, собственно говоря, напиточек очень хорош, он, правда, сладит. Кто любит сладенькое, очень даже зайдёт. Но сразу знайте, что сахар тут, видимо, или сироп тут просто добавлен обязательно. Итак, брать или не брать? Да, конечно, почему нет, за свою цену, в своей ценовой категории это очень нормальный, хороший напиток. Собственно говоря, подойдёт как мужчинам, так и женщинам. Женщинам в особенности подойдёт. Итак, брать друзьям или нет? Конечно, почему нет? Даже можно, собственно говоря, и в подарочек взять. Итак, если видео понравилось, ставьте лайки, друзья. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok